Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Криворожское побоище. Таксистов, которые пришли к руководству, избили перед собственным офисом. За что? Медицинская диета. В Ивано-Франковской области врачам два месяца не платят зарплату. Кто виноват? Неправильный ответ. Польша рискует остаться без права голоса в ЕС. Что за письмо возмутило Брюссель? На Донбассе почти тишина. С начала суток всего четыре провокации. Такого не было уже полтора месяца, говорят в штабе АТО. На передовой, напомню, сейчас объявлено так называемое школьное перемирие. Но украинские бойцы готовятся к возможному обострению. В то, что тишина сохранится надолго, они не верят. Почему, расскажет Геннадий Вивденко. Ну, это у нас было где-то на Пасху. Еще отверстие. Это у нас были майские праздники. Боец с позывным Паша Самоделкин перечисляет попадание снарядов в один из домов на окраине Маринки. Вместе с тем признает, противник за эту неделю стал себя вести менее агрессивно. Украинские бойцы под Маринкой оценивают ситуацию как тишину, хотя она здесь громкая. Противник ведет пристрелочные выстрелы, подходят диверсанты. Украинские воины считают, несколько еще продержится враг от более серьезных провокаций. Школьное перемирие здесь с оговорками. Бойцы рассказывают, позавчера под ним стрелял танк и БМП противника. Вели огонь, но до нас как бы не доставали, потому что они были на расстоянии. Боятся подходить близко, потому что мы как бы держим оборону. Факт применения бронетехники боевиками под Маринкой первый за несколько недель. Танк действовал очень осторожно и быстро скрылся за терриконом. Минувшей ночью к украинским окопам подходили разведчики врага. Армейцев обстреливали вражеские пулеметчики и снайперы. В ночное время, в ночное или, допустим, в сумеречное, ближе к вечеру, то есть позволяют себе достаточной вольности, когда, допустим, выдвинуться в серую зону, причем так, чтобы их было, допустим, видно. Или позволить себе несколько одиночных выстрелов пристрелочных, четко в бойницу. Войны полагают, такая тишина продлится недолго, помятуя о предыдущих режимах прекращения огня. Просто они готовятся к окончанию перемирия. Перемирие окончится, они пристреляются и с новой силой начнут работать тогда по нам. Украинское оружие молчит, воюют пока идеологически. Разведчики 92-й бригады водрузили прямо под носом у врага государственный символ. Зашли в серую зону, повесили флаг Украины. Приурочено это все было ко дню независимости. Как к панте отнеслись? Не видно их реакции вообще никак. Смирились? Смирились, наверное. Маренко – это почти окраина оккупированного Донецка. Слабая активность врага в эти часы не усыпляет бдительности на украинских опорных пунктах. Здесь очень хорошо все просматривается, а так трудно не заметят. Близко не подойдут? Да, близко не подойдут. Потому что обзор у нас, видимость, больше километра идет. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун, Сергей Байдала. Подробности – телеканал «Интер» из Донецкой области. Петр Порошенко помиловал участников АТО, совершивших нетяжкие преступления. Закон об амнистии глава государства подписал во время встречи с героями Украины и предстоятелями церквей. Наши герои, военнослужбовцы и иерархи нашей церкви, вернулись к мне с вопросом амнистии для тех, кто прошел гранили войны, брал участь в антитерористической операции активно, но не скояв тяжких злочиней. Подписываю закон Украины про амнистию, которая позволяет воинам, участникам АТО за неважкие злочины выйти на войну. Милосердие – это полезно в всех сферах, когда оно проявляется, оно приносит полезность. В конце и конце оно приносит полезность. И тем, кто милует, и тем, кого милует. И уже с 1 января следующего года въехать в Украину можно будет только по биометрическому паспорту. Опубликованный сегодня указ президента ввел в действие решение СНБО. Теперь у правительства есть месяц, чтобы разработать поправки к законам, которые касаются пребывания украинцев на территории нашей страны. И два месяца, чтобы придумать, как реализовать эту новую процедуру. Кабмин также должен обновить список государств миграционного риска, а точнее внести в него Российскую Федерацию. Запретить депутатам поездки в Россию предлагает руководитель СБУ Василий Грицак. Народные избранники, политики, общественники, по его мнению, должны нести уголовную ответственность за пребывание на территории РФ. Об этом Грицак заявил, комментируя введение биометрического контроля для иностранцев. Я бы пошел еще далее. Я бы ввел законодательную оборону и криминальную ответственность за введение краины-агрессора депутатами, политиками и громадскими деятелями. Вооруженное ограбление в Закарпатской области. У предпринимателя из машины украли 600 тысяч гривен. По словам бизнесмена, бандиты были одеты в форму сотрудников отряда спецназначения. Все подробности в материале. Нападение произошло в городе Хуст. Ограбили предпринимателя, который занимается пассажирскими перевозками. По словам бизнесмена, утро он выехал на работу. Метрок в 70 от дома путь преградила серая авди с заклеенными номерными знаками и проблесковыми маячками. Предприниматель решил, его задерживает спецназ. Когда Павла бросили в багажник, он понял, это не задержание. А настоящий разбой. По словам бизнесмена, из его машины украли 600 тысяч гривен. Бандиты отвезли предпринимателя в соседний район, в лесу приковали к дереву. Крики Павла услышал местный житель. Он и вызвал полицию. За данным фактом, полиция распочала криминальные проведения за разбой и незаконное избавление воли или выкрадение человека. Наразі полиция вживает всіх можливых заходів для того, чтобы встановити особи нападников и якнайшвидше их затримати. В області объявлен план перехват. Грабителей пока не удалось задержати. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробності телеканал «Интер», Закарпатська область. Массовая потасовка в кривому рогі. По словам очевидцев, стреляли из автоматов Калашникова. Хотя начиналось все как мирная акція. Накануне вечером местные таксисты собрались возле офиса своей фирмы. Водители якобы хотели обсудить с руководством повышение тарифов на перевозки, но вмешались молодые люди спортивного телосложения, завязалась драка, пострадали два таксиста. Свидетели рассказывают, что для того, чтобы унять таксистов, работники частной охраны в масках начали стрелять. Но полиция это отрицает. Гильз не нашли. На место прибыли более 10 патрульных экипажей, но страсти улеглись только после появления руководства местного управления национальной полиции. Если есть какие-то вопросы, кому-то угрожали, кого-то избили, пожалуйста, сотрудники полиции, у меня есть заявление. Пишем, документируем. По каждому отдельному заявлению мы можем дать вопрос после проведения распространения. Одессе 223 года. Это один из самых любимых праздников в городе. Сегодня там фестиваль света. С подробностями Одессит Андрей Анастасов. Одно из самых ярких событий в день рождения Одессы – фестиваль света. Это искусство называется мейпинг, то есть отображение. На фасады зданий проецируют причудливые образы с учетом архитектурных особенностей строения. 2D мейпинг – это когда более плоские работы, а 3D мейпинг – это когда здание приобретает объемы, создаются эффекты, как будто бы оно по-настоящему рушится или воссоздается вновь. В фестивале принимают участие 13 участников из 11 стран. У каждого свое лазерное шоу на тему «Сказка и реальность». Победителя определят завтра. Во время открытия картинку проецировали на здании местной мэрии. На шоу пришли сотни зрителей. Изюминкой стало то, что спецэффекты сопровождала живая музыка в исполнении Одесского эстрадно-симфонического оркестра. Такое делается впервые, по крайней мере, в Украине. А на Соборной площади в Одессе прошел фестиваль робототехники. Свои разработки представили лаборатории, занимающиеся созданием роботов. Вот, например, погрузчик для промышленных складов. Благодаря инфракрасным датчикам он умело объезжает препятствия. И он, когда к нему подъезжает, он его считывает, датчик этот, подает сигнал контроллер и поворачивает на определенный угол и уезжает. Тут и марсоходы в миниатюре, и танцующие андроиды. Фестиваль рассчитан больше на детей. И не зря. Организаторы прогнозируют, что развитие робототехники достигнет своего пика через 10-15 лет, когда нынешние школьники будут как раз выбирать профессию. Основная цель – это освободить ресурсы человека от монотонной, порою физически небезопасной работы в пользу творческих видов деятельности, где роботы не смогут заменить человека. А некоторые школьники уже готовы к таким вызовам. Михаил Лях пришел сюда с собственной разработкой. Я считаю, что можно делать искусственный интеллект с разумом, но не в большом количестве. А то и правда может уничтожить человечество. На фестивале для детей прошли мастер-классы, тренинги, и, похоже, количество юных технократов в Одессе сегодня увеличилось. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности – телеканал «Интер». Алия звезд в Одессе сегодня пополнилась новыми именами. Честью удостоились писатели Константин Паустовский, Валентин Катаев, Илья Ильф, Евгений Петров, а также художник Кириак Кастанди и певец Валерий Абадзинский. Вечером на Потемкинской концерт и фейерверк. У Одессы сейчас немало проблем, в частности, хаотические застройки, которые встречают яростное сопротивление у людей, но город по-прежнему остается гостеприимным и самобытным. Так считает Нардия Падесит Николай Скорик. Одесса – это не только вид на море, вид на дюк или оперный театр. Одесса – это тот дух, который здесь есть, дух доброжелательности, дух мира, который, опять же, к сожалению, в последние годы не всегда удавалось сохранить. Но вместе с тем он присутствует и хочется пожелать родному городу и землякам, чтобы город жил, развивался. Первый день бесплатно, а дальше как получится. Это сценарий для пациентов в больнице скорой помощи в Черкассах. Что делать, когда нет ни денег, ни лекарств? Разбирались мои коллеги. Капельницы, таблетки и уколы. На них ежедневно Николай Панченко тратит по 500-700 гривен. В третью городскую больницу четыре дня назад его привезла скорая. Лечение сквозь слезы шутит пенсионер только для богатых. За три дня на лекарства ушла вся его скудная пенсия. За бюджетные деньги лечили лишь один день. Первые сутки поступают сюда рентген, там уколы, вот это все. Ну, не знаю, где они находят, но спасибо им находят. А остальные дни уже по чечению по своему, что у кого есть, за сколько купят, за сколько лечится. Первый день в больнице скорой помощи для пациента бесплатный, согласно решению местного горсовета. За выданные больницы препараты каждый больной расписывается вот в такой ведомости. Хотя медикаментов все равно не хватает. Если с лекарствами врачи еще как-то выкручиваются, то вспомогательные медицинские принадлежности больные покупают сами даже в первый день лечения. Сейчас в больнице катастрофически не хватает средств гигиены, резиновых перчаток и медицинских масок. Когда поступают в лекарню, они надеются, что первый день есть полное медицинское, вообще медицинское обеспечение полное. А, как зачастую, этого нет. Проблема системная, говорит главврач. Больница финансируется частично из госказны, частично из средств горбюджета. В общей сложности на медикаменты предусмотрели 9 миллионов гривен, из которых 3 выделил горсовет. Но деньги еще до конца года съела инфляция. Цена на лекарь постоянно растет, и вся инфляция у нас съедает эти деньги. Поэтому реально, конечно, где-то мы остаемся приблизительно на том уровне. Поэтому люди обратились к властям с просьбой еще раз выделить средства на больнице скорой помощи. В горсовете заявили, что сделают все возможное. Взагалі процедура, думаю, розглядає міська рада, а потім, відповідно, якщо петиція набере голосів. Але це вже буде відбуватися після розгляду самої петиції. А вот сказати, наприклад, коли вона набере... Для того, щоб петицію приняли к рассмотрению, она должна набрать более 250 подписей горожан в течение одного месяца. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности Черкассы. Телеканал Интер. А в Ивано-Франковской области денег нет ни для врачей, ни для медперсонала. Зарплату им не платят с июня. В двух районах, Снятинском и Коломейском, ситуация критическая. К концу года задолженность здесь достигнет 200 млн грн по подсчетам местных властей. И уже с сентября такие же проблемы ждут другие районы области. Представители обл. администрации неоднократно обращались в Минздрав, но без результата. Поэтому профсоюзы уже запланировали акцию протеста на 19 сентября. Сегодня мы счастливы с тем, что следующий месяц платим за прошлый месяц. Но начиная с вересного месяца у нас будет реальная заборгованность кредиторских в многих районах. На сегодня потом вопрос не решено. Я думаю, мы должны это ставить, потому что выплата зарплаты – это святое. Реально до конца года в межах 200 млн грн работников охраны здоровья не будут получать зарплату. Четыре человека погибли в результате ДТП в Хмельницкой области. Еще двое госпитализированы. Авария произошла сегодня утром возле села Коськив. По предварительным данным в лобовую столкнулись два автомобиля. Один из них вылетел в кювет и загорелся. По словам спасателей, взорвалась газовая установка. Водители, два пассажира погибли на месте. Еще троих человек из второй машины в тяжелом состоянии доставили в больницу. Один из них скончался. Польша построит забор на границе с Украиной и Белоруссией. Дело не в борьбе с контрабандой или нелегальной миграцией. Виной всему дикие кабаны и африканская чума. Об этом и заявил министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель. Забор этот протянется на 700 км и обойдется Польше в 30 млн евро. Власти страны считают, что африканскую чуму свиней в Польшу занесли дикие кабаны из Белоруссии. С 2014 года в пограничных районах зафиксировали почти полсотни случаев этого заболевания. Впрочем, на западном направлении Польши рискуют столкнуться с проблемой похлещей африканской чумы. Страну могут лишить права голоса в ЕС. В Еврокомиссии крайне недовольны польской судебной реформой. В Варшаве дали месяц, чтобы исправиться. И вот, наконец, пришел ответ. Это тексты на 12 страниц, и ни одна из них Брюсселе не понравилась. Что дальше, выясняла Елена Абрамович. Лишить Польшу права голоса в ЕС пригрозил вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс в конце июля. И дал месяц, чтобы правительство отменило новые законы, из-за которых в стране не утихали протесты. Польская реформа судов нарушает европейский принцип верховенства права, настаивал Брюссель. Варшава прислала ответ в последний день отведенного срока. И совсем не такой, какого ожидали в Еврокомиссии. В ответе Польши речь не идет о конкретных мерах для решения вопросов, поднятых комиссией. Мы тщательно проанализируем предоставленную мотивацию. Но я не могу сказать, каким будет следующий шаг комиссии. Это нужно обсудить на заседании коллегии. Франц Тиммерманс напомнил, что Польша также не выполняет решение европейского суда, запрещающее вырубку леса в Беловежской пуще. А еще не хочет принимать мигрантов. С критикой в адрес Варшавы впервые за долгое время выступила и Германия. Вопрос о верховенстве права в Польше это серьезная проблема. Мы не можем просто молчать ради мира и тишины. Отношения Польши и Германии накалились после того, как в августе Варшава вдруг заявила, что имеет право требовать от Берлина репарации за потери во Второй мировой. Официального ответа Германия не дала, но в Бондестаге считает, что правовых оснований для этого нет. Да и срок давности истек. Впрочем, польский премьер Беата Шидла во время выступления 1 сентября по случаю годовщины начала войны не применуло напомнить о долгой Германии перед Польшей. Ценности, которыми руководствовались поляки во время войны, стали основой объединения континента. Польша имеет моральное право напомнить об этих ценностях, стать на стражу солидарности, единства и равенства всех стран. Мы не можем допустить ситуации, когда некоторые европейские лидеры поддаются искушению говорить с позиции силы. Разногласия у Польши и с другим лидером Евросоюза. Президент Франции хочет изменить директиву ЕС относительно трудоустройства. А Варшава ее блокирует. Впрочем, если Еврокомиссия решит прибегнуть к санкциям, влиять на принятие важных решений Польша больше не сможет. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Великобритания должна выплачивать деньги Брюсселю и после выхода из Евросоюза вплоть до 2023 года. Такова позиция Еврокомиссии. Об этом заявил Еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер. По его словам, пока стороны не договорятся о выплатах и речи быть не может о новом торговом соглашении. На этой неделе, напомню, провалился уже третий этап переговоров по Брекзиту. Брюссель выставляет Лондону счет почти на 100 миллиардов евро. Тогда как Британия готова заплатить только 40 миллиардов. Турецкий вопрос стал главным на немецких выборах. Накануне в Анталии снова арестовали граждан Германии. И теперь главные претенденты на пост канцлера Ангела Меркель и Мартин Шульц соревнуются лишь в том, кто накажет Анкару сильнее. Все подробности знает Татьяна Лагунова. Информация о задержании граждан Германии довольно скупая. Известно, что их двое арестованы, они были в аэропорту Анталии. Имен и профессий задержанных немецкие дипломаты не называют, но намекают. Аресты носят политический характер. Уже есть и реакция немецких топ-политиков. Канцлер Ангела Меркель заявила, Германия готова кардинально пересмотреть свою политику в отношении Турции. В Турции снова задержаны граждане Германии. Они пополнили ряды арестованных по политическим мотивам. Такие задержания не имеют никаких оснований, поэтому необходимо реагировать решительно. Мы уже начали пересматривать политику в отношении Турции. И в свете последних событий продолжим это делать. Для меня сейчас исключены любые переговоры по вопросу расширения таможенного союза между ЕС и Турцией. Еще резче был лидер социал-демократов и главный соперник Ангелы Меркель на будущих парламентских выборах Мартин Шульц. Если наши консульские возможности будут исчерпаны, а мужчины и женщины, которые сидят в тюрьмах, не будут освобождены, Германия должна конкретно говорить о приостановлении переговоров о таможенном союзе и помощи Турции. Это не вопрос недель и месяцев. Решение нужно принимать быстро. Сейчас в тюрьмах Турции находятся более 50 граждан Германии и как минимум 12 из них, по мнению официального Берлина, были задержаны по политическим мотивам. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Накаляются отношения также между Москвой и Вашингтоном. Россия вручила Соединенным Штатам ноту протеста. Москва опасается, что американские власти проведут обыск в торговом представительстве России в Вашингтоне. Накануне Белый дом распорядился закрыть генеральное консульство России в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Сегодня истекает срок и нужно освободить помещение. Как сообщили в Госдепе, это ответный шаг на сокращение американского ДИП-контингента в России. В Ираке террористы-смертники атаковали электростанцию. Погибли 7 человек, 12 были ранены. Объект этот находится в 100 километрах к северу от Багдада. Туда прорвались 4 человека в поясах смертников, военные гранатами. Силы безопасности отреагировали мгновенно. Одного из террористов успели застрелить, но остальные трое привели в действие пояса со взрывчаткой. Работников электростанции эвакуировали. Кто стоит за этим терактом, пока неизвестно. В Техасе горит химзавод, затопленный в результате урагана Харви. Огнем охвачены два контейнера с пестицидами. Еще шесть таких же находятся в непосредственной близости от эпицентра пожара. Охлаждающее оборудование на предприятии больше не работает. 31 августа на этом же заводе из-за наводнения прозвучали два взрыва. Власти успели эвакуировать жителей близлежащих домов. Ураган Харви стал самым мощным штормом на материковой части США за последние 12 лет. Погибли 47 человек и более миллиона были вынуждены покинуть свои дома. Мексику атаковал мощнейший тропический шторм Лидия. Погибли 4 человека. Двое от удара током и еще двое утонули. Полторы тысячи жителей покинули свои дома и спасаются сейчас в центрах временного размещения. В затруднительном положении оказались около 20 тысяч туристов. Авиакомпании временно отказались от перелетов. Сейчас порывы ветра достигают почти 100 километров в час. И синоптики не обнадеживают. По прогнозам, шторм этот может перерасти в еще более мощный ураган. Мировое признание. Украинец Жан Белинюк стал лучшим борцом греко-римского стиля в 2016 году. Ему вручили награду Всемирного союза борьбы и чек на 10 тысяч долларов. Все подробности расскажет Богдан Вербицкий. Наградили Белинюка во время чемпионата мира в Париже. Украинский спортсмен обошел в рейтинге всех соперников. Тем самым доказав, он лучший борец греко-римского стиля во всех весовых категориях. Международная федерация борьбы признала меня лучшим спортсменом 2016 года по совокупности моих достижений. Начиная с чемпионата Европы я его выиграл в прошлом году и заканчивая Олимпийскими играми второе место. Они решили меня наградить призом в 10 тысяч долларов, выделили мне чек. Это далеко не первая победа украинского спортсмена. В 2016-м, в марте, Жан стал чемпионом Европы. А уже летом он завоевывает серебро для Украины на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Впереди у Белинюка усиленная подготовка к будущим соревнованиям, говорит его тренер Олег Сазонов. Первые у нас соревнования, они будут проходить в Клайпиде, это чемпионат мира среди военнослужащих. Будет он проходить 27 сентября. Следующий Кубок Украины в декабре месяце, где отборочные будем выбаривать потом лицензии на выступления на чемпионате Европы. Сазонов уверяет, на достигнутом останавливаться не собираются. Главная цель – золото на летних Олимпийских играх 2020 года в Токен. Будем идти к своей цели, нам нужна только золотая медаль для нашей страны. Богдан Вербицкий, Владимир Гедов, подробности телеканал Интер. О еще одном лучшем украинце, о бьонсе, которое теперь изучают в университете, и советы для пассажиров, чей водитель покинул поезд прямо посреди дороги. Об этом и не только в нашем обзоре. Украинец победил на чемпионате Европы по слэм-данкам, баскетбольным броскам сверху. В финале Дмитрию Кривенко противостояли данкеры из Литвы и Латвии. Но броски и трюки украинца судьями и зрителям понравилось больше. Майя Кривенко демонстрировал свое мастерство на шоу «Король данков» в Соединенных Штатах. Тогда выступление Дмитрия похвалил звезда NBA Шакила Нил. Машинист поезда в Польше бросил пассажиров на полпути, вышел из кабины локомотива и направился домой, поскольку его рабочий день закончился. 250 человек остались на станции Плущ ночью в 50 километрах от Варшавы. Несколько часов люди ждали, пока на смену не заступил следующий машинист, а он приехал из столицы. Пресс-служба железной дороги извинилась за инцидент, однако предупредили, что наказывать машиниста, который ушел отдыхать, не будут. Как оказалось, не прав его сменщик, он не вовремя сменил коллегу. Целый учебный курс, посвященный певице Бейонсе, запланирован в университете Копенгагена. Предмет так и называется «Бейонсе, гендер и раса» и является частью дисциплины искусства и культура. На примере клипов и песен американской поп-дивы будут рассматривать явления так называемого черного феминизма. Подход к изучению предмета исключительно академический. На курс о Бейонсе уже записались 75 студентов. Руководство университета даже решило предоставить для обучения более просторную аудиторию. В французском Лиле открылся крупнейший в Европе блошиный рынок. Ежегодно в начале осени сюда приезжают известные коллекционеры, антиквары и просто любители старины со всей Европы. На рынке Брандери 100 километров торговых стендов и около 10 тысяч продавцов. Традиционно ожидают около миллиона покупателей, поэтому в городе повышены меры безопасности. Власти перекрывают дороги и район блошиного рынка становится исключительно пешеходным. Самый высокий замок из песка соорудили в Германии. Достижение уже в книге рекордов Гиннеса. Высота песчаного небоскреба в Дуйсбурге почти 17 метров. Для его строительства использовали 3500 тонн песка. Трудились над чудом света мастера из 10 стран. Предыдущий самый высокий песчаный замок возвели в Индии. И он был на 2 метра ниже немецкого. Охоту на велосипедиста устроила птица в Пенсильвании. Вороне, очевидно, не понравился яркий шлем на мужчине и она перешла в атаку. Если бы не защита на голове мужчины, велосипедисту пришлось бы оказывать медицинскую помощь. Весь эпизод зафиксировала камера GoPro, прикрепленная к шлему. Это все новости на сегодня. Хорошего вам субботнего вечера и до встречи завтра.